Школьники из многодетных семей в Туркестанской области могут пропустить 1 сентября. Родители грозятся не пустить их на занятия, пока не получат социальную помощь. Все дело в том, что в этом году малой имущим не будут раздавать школьную форму. Мама и папа уверяют, собрать всех своих детей на учебу они не в состоянии. О своей нелегкой жизни люди решили рассказать чиновникам. Что из этого вышло, знает Виктория Савельева. В Сарагаше возмущаются многодетные семьи. Им объявили, что в этом году школьную форму, как это было раньше, выдавать не будут. При этом родителям уже раздали памятки, во что должен быть одет ученик. Мама и папа тут же подсчитали предстоящие расходы и ужаснулись. Нам сказали, что в школе в этом году будет единая форма, сейчас все дорогое. У меня четвертый ребенок идет в школу. Это как минимум 400 тысяч уйдет. По 50 на каждого. Не считая ручек, тетрадей. Я не знаю, где взять столько денег. Оказалось, у школ теперь особые предпочтения на форму для уроков физкультуры. Родителям объявили, у младших и старших звеньев цвета спортивных костюмов должны быть разные. Нам говорят, что с четвертого класса по восьмой класс дети должны носить красную спортивную форму. С восьмого класса идет другой цвет. Где мы найдем красную спортивку вообще? Есть такие родители, которые не могут найти денег даже на еду. На съемных квартирах живут. Разъяренные родители потребовали решения проблемы от Акима района, но тот на все возмущения ответил коротко. Школьная форма от государства в этом году закупается только для сирот. Только что по школьной форме я разговаривал с руководителем управления образования. На сегодняшний день у нас школьная форма предусмотрена для детей, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Граждане, которые получают АСП, нуждаются в форме. По ним мы отправили документы в соответствующие органы. Аким добавил, многодетным в этом году вместо вещей будут выдавать деньги. Правда, откуда выделяются средства и сколько положено на каждого школьника, уточнить не смог. Но заверил, все деньги родители получат в срок и на свои специальные счета. Виктория Савельева, Евгений Сергеенко, Денис Храмов, КТК Туркестанская область.